никогда никому не рассказывай о своих целях иначе тебя сглазят иначе твои цели не сбудутся я не знаю как ты считаешь но я считаю что своими целями и своими планами делиться обязательно нужно и в этом видео я тебе расскажу множество причин почему это нужно делать и я не нашел ни одной причины почему если ты рассказываешь о своих целях о своих желаниях она может не сбыться мне кажется это вообще придумали какие-то дети либо какие-то неудачники которые ищут причины чтобы ничего не делать итак поехали небольшой дайджест о том почему нужно делиться своими целями первая причина сарафанная радио сарафанная радио никто не отменял возможно если ты будешь рассказывать о своих целях своему близкому окружению ты можешь столкнуться с каким-то непониманием с каким-то незнанием с каким-то может быть нежеланием чтобы ты эту цель достигал но чем больше людей будут знать о твоих целях тем будет больше растянута такая я скажу сеть благодаря которой ты найдешь себе единомышленников ты найдешь себе полезные связи и полезные контакты которые тебе помогут достигать цели вторая очень важная причина как и я считаю почему нужно рассказывать о своих целях вообще максимально чем можно больше потому что ты будешь встречаться с людьми которые тебе будут говорить что твоя цель нереально недостижимо невозможно будут тебя разубеждать в твоей цели и таким образом ты проверяешь свою веру ты проверяешь свое намерение в том что ты хочешь эту цель достичь ведь если тебя 2-3 человека могут отговорить от реализации какого-то желания могут отговорить от реализации какой-то цели то наверно твоя вера в эту цель ну какая-то супер маленькая и возможно стоит задуматься а может вообще отпустить эту цель и не тратить на нее свое время если тебя так легко разубедить третья причина почему нужно делиться своими целями с помощью этого инструмента с помощью этого навыка ты будешь формировать свое окружение поддерживающие ты можешь задать вопрос а как же это сделать смотри когда ты будешь делиться своими целями будет множество людей которые будут критиковать тебя будут рассказывать что твоя цель невозможно нереально но одновременно будут те люди которые будут тебя поддерживать в этой цели и таким образом ты поймешь кто есть кто и таким образом ты поймешь с кем стоит больше общаться а с кем стоит общаться меньше ты знаешь я однажды работал в компании в которой увольняли тех людей которые говорили что у кого-то что-то может не получиться ну простой пример компания запускает новый проект и если в команде находился какой-то человек который говорил вот это у нас не получится потому что то 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 его вообще безжалостно увольняли и на мой взгляд ты можешь точно также увольнять людей из своего окружения освобождая место для тех людей которые будут тебя действительно поддерживать поэтому третья причина по которой важно делиться своими целями это фильтр окружения следующая важная причина по которой нужно делиться своими целями смотри когда ты рассказываешь о своих целях все опять же касается людей опять же ты можешь воспользоваться теми людьми которые есть рядом с тобой даже если они тебя не поддерживают ведь когда ты рассказываешь о цели те люди которые тебя не поддерживают они начинают задавать тебе вопросы а как ты думаешь это реализовать а как ты вообще это видишь а как ты себе это представляешь слушай это волшебные коучинговые вопросы которые люди тебе задают бесплатно многие люди за это мне лично платят деньги чтобы я им задавал такие вопросы про их цель а те люди которые есть вокруг тебя могут сыграть тебе очень хорошую роль зеркала то есть декларируя свою цель ты получаешь обратную связь и ты начинаешь сам лучше понимать свою цель ты начинаешь лучше ее формулировать и это прям очень круто поэтому делись 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 своими целями следующая причина почему нужно делиться своими целями потому что ты делаешь социальную такую декларацию чем больше чем большему количеству людей ты расскажешь о своих целях тем тебе будет сложнее соскочить с достижения этой цели ну представь ты десятерым людям рассказал о своей какой-то цели и тебе уже будет не так комфортно и и не достигать потому что получится вроде как ты рассказал действия не делаешь то есть это еще помогает усилить мотивацию и мешает тебе соскочить с достижения этой цели ну и последнее почему очень важно делиться своими целями потому что в целом люди которые имеют цели в целом люди которых есть планы воспринимаются другими людьми более статусно к ним больше доверия ведь не просто так на собеседованиях многие работодатели задают вопрос своим претендентом на какую-то вакансию а кем ты себя видишь через год через два через три через пять они задают этот вопрос не просто так и скорее они дадут предпочтение тому человеку который на самом деле имеет какое-то дальнее видение своей жизни имеет какую-то перспективу и даже в целом если посмотреть даже во взаимоотношениях когда парень знакомится с девушкой когда он рассказывает о своих планах на девушки больше любят таких парней девушки напишите любите ли вы парней у которых есть цели и планы на жизнь на самом деле вот этот последний пункт он тоже дает тебе уверенность и дает тебе преимущество но и так как эта передача утренняя раскачка конечно у нас будет одно небольшое простенькое упражнение тебе просто нужно посидеть 3510 минут и подумать о кем ты себя видишь через год через два через три каким ты себя видишь человеком и когда ты найдешь вот это свое ощущение да это то к чему я стремлюсь да это то чего я хочу начни об этом потихонечку рассказывать поверь ты мне те люди которые находятся вокруг тебя уже по мною перечисленным причинам будут тебе помогать сформировать свое окружение они тебе будут помогать осознать лучше свою цель поэтому очень важно делиться ведь если ты не будешь делиться ты можешь просто носить в себе вот эту цель вот это намерение никогда его нере не реализовать это же обидно согласись поэтому задание на неделю подумать кем я хочу быть через год через два через три каким человеком имеется ввиду что я хочу уметь делать какую хочу иметь специальность может быть социальный свой статус как-то описать может быть ты хочешь быть в отношениях или вне отношений подумай подумай каким ты человеком себя видишь через несколько лет и потом начни об этом рассказывать другим людям они тебе помогут это была передача утренняя раскачка с тобой был юрий пузыревский увидимся на следующей неделе пока пока